Добрый день. Для начала представлюсь. Меня зовут Максим Кенантон. Я ведущий консультант-аналитик компании Кадерлайн. Занимаюсь внедрением проектов в документы оборота третьей редакции, в том числе документы оборота холдинга, а также конфигурации DNS-архивов. И в целом занимаюсь докуменционным и методологическим обеспечением управленческой деятельности компании. Вот на слайде представлены, скажем так, мои небольшие достижения в части сертификации. И сегодня у нас с вами такой немножко необычный вебинар, который не особо пользуется большим таким спросом, поскольку все-таки порядок и учет обращений граждан — это задача не каждой компании, но тем не менее она встает все больше и больше, потому что меняются законодательные акты, меняется порядок регистрации, работы с обращениями и так далее. Для начала давайте мы с вами проговорим организационные вопросы, что у нас с вами и как. То есть запись вебинара обязательно у нас будет, она будет размещена на нашем сайте компании Каберлайн. Продолжительность 40-50 минут приблизительно, ну, может быть, постараюсь не задерживать, возможно, будет чуть больше, потому что запланированная у нас с вами работа практическая. Ответы на вопросы обязательно я предоставлю слово, как говорится, хотите голосом, хотите, пишите в течение вебинара прям по чату, вернусь, покажу, продемонстрирую еще раз. Что у нас с вами сегодня ждет? Значит, с вами самое главное — это три таких небольших методических блока в части правового обеспечения и три кейса, которые мы с вами рассмотрим в программе. Коллеги, сразу хочу вас предупредить, что я рассматриваю на примере программного продукта документооборот Корп третьей редакции. Он аналогичен документообороту второй редакции в части учета обращений граждан, третьей редакции конфигурации холдинга и документооборот госучреждения. Поэтому, если вы используете какую-то либо из этих конфигураций, то вам наш вебинар однозначно подойдет, потому что здесь все построено по принципу небольших блоков, что, собственно, вяжет в основе разработки типовых конфигураций 1С. Сразу хочу вас предупредить, что я не рассчитываю на истину в последней инстанции. То есть мы делимся опытом от проектов внедрения. У вас, возможно, будет свой какой-то подход в компании. Поэтому здесь те вопросы, которые я сегодня затрону в части методического обеспечения, они, возможно, будут отличаться от ваших типовых бизнес-процессов, которые уже отстроены в организации в части учета обращений граждан. Поэтому их можно просто взять как рекомендацию, либо задать уточняющий вопрос. И здорово, если вы готовы даже чем-то опытом своим поделиться, рассказать, как это устроено у вас. Если не сложно, сейчас, пожалуйста, в чате мне напишите конфигурацию, какую компанию вы используете, и ведется ли у вас учет обращения граждан в организации. Если да, то прошу дополнить, имеется ли номенклатурный учет данных документов. Ну, предлагаю потихонечку переходить. Итак, с чего, собственно, все начинается? Откуда идет порядок учета обращений граждан? В части законодательных документов, в первую очередь, это выступает два локальных акта, одним из которых является у нас 59-й ФСЗ, который говорит о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, и, соответственно, у нас с вами 171-й указ от 17 апреля, например, указ президента Российской Федерации о мониторинге и анализе рассмотрения обращений граждан в организации. Вот это два основных документа, с которыми работает компания 1С при написании и разработке модуля учета обращений граждан. Причем хочу отметить, вернусь, у компании 1С есть самостоятельная конфигурация, которая так и называется 1С с учетом обращений граждан. И она предназначена исключительно для того, чтобы учитывать и обрабатывать обращения граждан с последующим предоставлением на портал СТВРФ, то есть на тот портал, куда мы с вами будем отправлять сведения в администрацию президента согласно вот этому 171-му указу. О чем, собственно, гласит наш с вами замечательный закон? В статье 4.59 ФЗ дается основные термины и определения, которые используются в части учета обращений граждан. Дается само понятие, что такое есть обращение граждан, какие виды и что, собственно, является обращением граждан. Часто слышим вот такие три основных – это предложение, заявление и жалоба. То есть вот как раз-таки федеральный закон, он дает четкое определение, что есть предложение, что есть заявление, что есть жалоба. Согласно этой статье, я почему делаю на нее такой небольшой уклон. Согласно данной статье, компания 1С разрабатывает методологию и предлагает, что вот эти у нас с вами документы, предложения, заявления и жалоба, они являются видовым составом. То есть мы на основании закона создаем вид документа в документообороте, и, соответственно, у вида могут быть подвиды, это как тематики документов мы можем использовать в документообороте, либо использовать в заголовке документа его название. Но классифицировать мы должны согласно 59 ФЗ. Почему? Потому что подготовка и выгрузка отчета на портал СТВУ, да, то есть у нас осуществляется согласно вот этой методологии. Помимо всего прочего, есть часть законодательных документов, допустим, в Конституционном суде Российской Федерации, допустим, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях имеется еще один вид документа, который называется «ходатайство». Нечастый вид документа, но, тем не менее, имеет место быть, если мы говорим об органах какого-либо местного самоуправления, федеральных органах исполнительной власти, и если ведется учет обращений граждан, то данный вид документа имеет место быть в нашей информационной системе. Помимо всего прочего, закон города Москвы номер 25.197 года подразумевает еще один вид документа, который называется «петиция». Петиция, да, она четко прописана и подразумевает, что какое-то коллективное обращение граждан, его можно тоже внести как отдельный вид документа и вести по ним учет. Следующий, да, собственно, методический вопрос номер два, который у нас с вами затрагивается, это классификация. Классификация документов, классификация обращений. Она осуществляется согласно утвержденному тематическому классификатору. Тематический классификатор, как видите на слайде, разбит в основном на пять больших блоков. В каждом блоке есть свои градации. Для чего он нужен? Это позволяет нам с вами систематизировать обращения, относить их в той или иной сфере. По каждому обращению в документообороте можно назначить несколько тематических групп. Это нам позволит при выгрузке отчета на портале, да, то есть понять, к какому разделу отнесено обращение, кто за него отвечал, какой-то вид деятельности. В первую очередь связано со стороны портала администрации президента, что они осуществляют контроль, и за каждой вот этой рубрикой назначается ответственное лицо, которое ведет учет, регистрацию и, скажем так, сигнализирует, информирует. То есть вот здесь это самые такие два принципиальных вопроса. Ну и третий вопрос, который опять-таки носит рекомендательный характер, и на проектах внедрения, повторюсь, мы видим все чаще и чаще, сталкиваемся с таким вопросом, что отсутствие внутренних локальных нормативных актов или внесение изменений и дополнений в части учета обращения граждан посредством использования информационных систем создает некий хаос и непонимание сотрудников, компания, кто за что отвечает. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, когда приходит учет обращения граждан посредством информационной системы, вносить изменения в локальные акты. Это может быть просто положение дела производства, в котором вы регламентируете именно кусок этой работы. То есть говорится о том, что за каждым обращением граждан там назначается ответственная, либо назначается ответственная в компании по учету, фиксации и контролю за поступившими обращениями граждан. Для чего это нужно? Для того, чтобы это все дело узаконить. Для того, чтобы был порядок. Для того, чтобы было четкое понимание, где находится, что находится, как находится и кому это все нужно. Поскольку обращение граждан, поступающих в организацию, для большинства служб в компании – это всего лишь некий документ. То есть, скажем, если там поступает какая-то финансовая жалоба, то сотрудник финансового департамента вряд ли будет там разбираться о какой-то классификационный номер, какой-то там тематический классификатор используется, зачем мне вообще это все нужно. Моя задача предметной области заключается в предоставлении мотивированного ответа, либо в предоставлении мотивированного отказа. В общем, дать заключение, опираясь на свои профессиональные компетенции, не вдаваясь подробностью уже вот этой всей нашей с вами делопроизводственной, скажем так, документационной составляющей. Однако, существующий закон Российской Федерации незнание не освобождает от исполнения. Поэтому мы должны с вами максимальным средством информационной системы высвободить время наших сотрудников, занимающихся другой профессиональной деятельностью, и позволить им обеспечить их работу, да, то есть не перегрузить, а именно разгрузить, то есть максимально упростить. То есть цель автоматизации как раз-таки высвобождения потенциала времени для исполнения других либо профессиональных видов деятельности. На этом я теоретическую часть немножко хочу завершить, да, то есть и перейти уже к практической части. Собственно, практическая часть, она у нас с вами будет заключаться в рассмотрении работы в программе. Коллеги, сразу прошу напугаться, у меня интерфейс программы, он немножко нетиповой, вот он раскрашен в серый цвет, а не в типовой желтый, да. Это, опять-таки, чтобы не запутаться, чтобы посмотреть основные виды, показать вам основные моменты, которые связаны с работой в программе. Но все функции, все клавиши и все названия команд, они будут идентичны и ранее перечисленным конфигурацией. Итак, собственно, с чего у нас с вами все начинается? Настройка у нас идет, первое, это как бы то, что мы с вами посмотрим, где, собственно, происходит настраивание блока учета обращения граждан, да, то есть как к нему перейти. Учет обращения граждан у нас располагается в блоке настройки программы во вкладке документы. Во вкладке документы у нас есть с вами вот такой вот чекбокс, указывающий на учет обращения граждан и введение регламентированного учета. Обратите внимание, мы с вами можем начать учет ввести с какого-то числа, да, то есть, допустим, вернусь к третьему методическому вопросу, в части, допустим, издания приказа по организации, мы говорим, что с 1 января 25 года в кампании учет обращения граждан будет осуществляться посредством системы 1С документа оборота третьей редакции, назначить ответственно Иванова Ивановича за учет контроль, т-т-т-т, да, то есть там все возможные, все, что ему можно сделать и нельзя, вот. И в программе мы задаем вот этот порядок как раз, начиная с этой даты у нас будет вестись обязательная классификация обращений. То есть у нас могут поступать на сегодняшний день, допустим, просто обращения граждан, и мы не придаем им значения, а здесь именно классификацию, то есть классифицировать согласно тому тематическому классификатору. Я сейчас более подробно вам покажу. Вот, собственно, наш тематический классификатор, где мы с вами должны указать, да, то есть какие загрузки, видите, загрузка классификатора, какие сферы мы будем применять. Допустим, если ваша там организация занимается только рассмотрением вопросов в социальной сфере, вы указываете только в социальную сферу. Если указываете все, то можно воспользоваться командой, возвести все чекбоксы и продолжить, то есть вперед. Вот, соответственно, в каждом у нас разделе есть тематики и темы, то есть можно, опять-таки, выбрать только те, которые вам нужны для того, чтобы не перегружать классификатор. Ну и, соответственно, вот они все вопросы деятельности. Можно посмотреть, и что на сегодняшний день в классификаторе порядка вот 1 213 вопросов. То есть это как раз-таки классификация тех обращений по вопросам, которые входят в вашу организацию. Ну, соответственно, мы нажимаем «Сохранить», и программа осуществляет соответствующую настройку, запоминает выбранные темы, разделы и вопросы, то есть то, что нам нужно. Опять-таки, в рамках методического обеспечения у себя в компании вы можете разграничивать, кто у вас будет отвечать, допустим, за вопросы экономические, кто же личные и так далее. Ну, как правило, в администрациях, районах вот эти вещи разграничиваются. Дальше на примере я вам покажу, как это все дело у нас осуществляется. Собственно, настройка учета обращений по конфигурации у нас с вами включена. Дальше необходимо перейти к созданию видовой карточки документа для того, чтобы посмотреть, в чем отличие карточки документа, то есть от обычного нашего типового. Собственно, обращение граждан является у нас с вами документом, который входящий, то есть это с точки зрения дела производства у нас входящий документ, поэтому нам сначала нужно возвести флаг, что является входящей корреспонденцией, после этого появится флаг «Является обращением граждан». То есть вот я сейчас продемонстрирую, если я выключаю этот флаг нам, то, соответственно, обращение граждан, видите, сразу подсвечивается сереньким, и флаг сбрасывается. То есть поле неактивно, возвести флаг не могу. И как только я возвращаю ему, что является входящей корреспонденцией, я могу поставить флаг, что является обращением граждан. Типовая настройка документа. Опять, почему спрашивал про у вас... Вот вижу, что в чате написали, что 2.1 планируем ДО на 3.0. Замечательно. Вообще всеми руками за, только вперед. Потом в конце вебинара задайте вопрос, почему, и я вам отвечу, почему. Смотрите, вести учет по номенклатуре дел. Соответственно, здесь нужно тоже разграничать, как вы будете вести учет дел. Коллеги, важный момент на сегодняшний день. Электронный документ-оборот – это часть докуменционного обеспечения любой компании. Поэтому, когда мы с вами заводим жалобу и говорим, что она будет только в электронном виде, то есть нужно понимать, что у нас будет. Только электронная жалоба или будет и бумажная. Не делайте, пожалуйста, дубли. Потому что некоторые начинают делать жалобу в скобочках электронная, потом создают еще одну такую карточку, начинают делать жалоба бумажная, и в итоге все путается. В 1С лучшее уже всего во всех придумано. Вот есть бумажная и электронная, пожалуйста. Если у вас различные маршруты обработки документов компании, то есть электронный документ у вас обрабатывает одна служба, бумажная обрабатывает другая, пожалуйста, в правилах обработки на сегодняшний день создан замечательный механизм. То есть мы можем взять и сказать, что создать правила в разрезе чего? А в разрезе уже формы документов. И мы можем взять и выбрать бумажная и электронная. То есть электронная может обрабатываться по одному маршруту, соответственно, бумажная может обрабатываться по другому. Собственно, переходя в правилах обработки входящего документа по учету обращений граждан, можно видеть, что в демонстрационной версии здесь есть всего лишь одно действие. Одно действие, которое подразумевает рассмотрение документов. Почему рассмотрение документов? Поскольку в компании могут поступать в службу ДОУ документы, и сотрудники этой службы не могут знать всех нюансов документов входящего. Может быть, казаться, финансовый департамент, может быть, какой-нибудь бухгалтерский департамент, может быть, департамент стратегического развития, может быть, еще какой-то отдел закупок. То есть рекомендуется использовать именно вид действия как исполнение. С чем это связано? Вот в типе исполнения, в типовом функционарии, это удобно тем, что нам не нужно производить доработок. То есть у нас здесь уже подразумеваются три действия. Рассмотрение, исполнение, обработка, результат. Чем, собственно, не отличается? Кратко в двух словах. Рассмотрение. То есть сотрудник ДОУ создает карточку, назначает у рассматривающего, и у рассматривающего появляются три кнопки. Первая кнопка – рассмотрено. Вторая – направить автору. Третья – отправить на исполнение. Чем отличаются? Рассмотрено. Рассмотрено – это вот как раз-таки в том случае, когда руководитель рассмотрел обращение и наложил резолюцию, что ваше обращение рассмотрено и принято решение отказать. Да, там по такой-то, такой-то причине. И как раз-таки кнопка «Рассмотрено» завершает процесс обработки документа, у документа переходит статус состояния, что документ рассмотрен, по нему сохраняются выполненные действия, и, соответственно, автору документа приходит соответствующее давление. В данном случае автор – это у нашей компании. Однако, если вы строите методологический подход обработки граждан согласно своему бизнес-процессу, то вы в карточку действия, допустим, можете положить дополнительное действие и сказать, что после рассмотрения документа необходимо ответственному, допустим, подготовить официальный ответ и направить вот именно адресат, то есть наш, который прислал это обращение. Поэтому еще раз говорю, что здесь все зависит от того, как отстроена процесс у вас в компании. Можно сделать посредством одного действия, можно сделать там посредством миллиона действий. Регламентируйте внутренним локальным актом или, опять-таки, дополнением, еще раз говорю, в положении отдела производства. Может быть, у вас будет положение как раз-таки по учету обращений граждан. То есть такое мы на проектах тоже делаем, такое мы тоже встречаем, потому что это позволяет стандартизировать процесс и не отклоняться. То есть унификация докуменционного обеспечения. Нет такого, что сегодня хочу, по такой форме приложу, завтра по такой. Четко все прописано, по полкам разложено. То есть такой подход тоже имеет место быть. Но вот в небольших организациях говорят, что вот нам достаточно рассмотрения, а мы вот сидимся в одном кабинете, зачем нам тысячу задач ставить. Я рассмотрел, нажал, и задача ушла, я ему сказал. То есть, коллеги, опять-таки, программа позволяет и по-моему функционале достаточно большое количество функций сделать без доработок. То есть все зависит от целей тех, которые вы преследуете. Поэтому чем, так сказать, подробнее вы будете рассказывать исполнителям, кто будет вам заниматься настройкой, внедрением, чем больше вы будете рассказывать задачи, которые вы хотите решить, тем больше вам будут предлагать типовой функционал. Почему? Ну, по крайней мере, могу сказать с точностью до 100-200% за нашу компанию, потому что мы все-таки сторонники того, что необходимо по максимуму задействовать типовой функционал. Это позволяет нам сохранить поддержку и обеспечить последующие обновления конфигурации с минимальными затратами. И самое-самое-самое-самое важное – это получение новых функций при обновлении. То есть, а если мы начинаем переделывать программу так, как удобно в компании, то, соответственно, повышается риск обслуживания этой программы. То есть нам нужно найти специального человека, который будет вести ваш проект. Не дай бог там с ним что-то случится, его кто-то обидит, или он уйдет с этого проекта. Придет новый человек, он начнет это все дело проверять, смотреть, долго вникать, в ваш процесс все будут замедленно стоять на стопе. Поэтому вот мы в компании в Кадрлайне всегда говорим о том, что по максимуму используйте типовой функционал. «Это позволит то-то, то-то, то-то». И вот здесь то же самое. То есть нужно по максимуму использовать типовой функционал. Ну, собственно, вот рассказал про настройку, как мы идем дальше. И переходим мы уже с вами в следующее. Это как раз-таки к работе обращений граждан. То есть у него начинается работа. Да, настоятельно рекомендую, если вдруг вы самостоятельно осуществляете настройку документов обращений граждан. Здесь вот можно, в принципе, сказать про любой комплект вид документов. Вот видите, у меня в типовой конфигурации обращение граждан вынесено в отдельную группу. И в чем здесь плюс? Обращение граждан. Плюс могу показать в том, что мы обращение граждан, вот эту группу, включаем в один реестр. То есть у нас есть один реестр, в котором будут жалобы, запросы и заявления. Вот. И дополнительно вы можете включить каждый вид документа, соответствующий реестр, то есть включить реестр, но иногда это бывает избыточно. В чем плюс вот такой группировки? В том, что, начиная с начальной страницы, опять-таки, 1С продумала вот все. Мне могут сейчас со мной многие здесь не согласиться, но тем не менее, я считаю, что интерфейс достаточно дружелюбный, достаточно вот он удобно варимый и удобно настраиваемый. Под каждого пользователя, знаете, кому одно удобно так, кому-то удобно так, да. То есть и вот у меня, допустим, вот вы видите интерфейс, что вот у меня вот отключены названия под систем. То есть мне это позволяет увеличить рабочую площадь документов. Кому-то, наоборот, не нравится. В двойке, если вы помните, это было убрано вот в подсистему, вот все вот так называемые сворачиваемые меню, да, вот это в гамбурге. То есть опять плюсы, как говорится, у каждого свои. Плюс реестр. То есть на начальной странице мы с вами можем открыть кнопку обращения граждан, и, соответственно, у нас с вами здесь откроются только те обращения, которые входят вот в этот вид реестра. То есть вот он, реестр, жалобы, запросы, заявления, и, соответственно, открывает. Какой здесь еще плюс? То есть нажимая кнопку создать, мы тем самым ограничиваем перечень документов только в рамках этого реестра. То есть у нас с вами не открывается полный реестр. Давайте я продемонстрирую, как это выглядит из полного журнала документов. То есть мы перейдем в журнал документы и нажмем кнопку создать. То есть вот вы у меня увидите, сколько у меня здесь документов. Вот это вот полотно. И когда сотрудник залезает у нас в программу, он говорит, господи, как же неудобно, как же невозможно в вашей 1С что-то найти, что-то сделать. И вы вообще там, вы все не для людей, все вот знаете, а вот в другой программе у нас вот было вот так. То есть, соответственно, коллеги, вот это опять-таки говорит о том, что не все пользователи владеют инструментами работы с программой. Вот я вам продемонстрирую, пожалуйста. Залез, посмотрел, нажал, запрос, заявление, все. Ровно счетом и под другим блоком так же. Ну давайте, для примера, просто вот посмотрим, как у нас с вами работает жалоба. Вот, собственно, вам в компанию поступает, потом пока у карточек откроется, допустим, по почке России жалоба. Кто-то такой хороший человек прислал нам жалобу на нашу замечательную вот компанию Startum+. Соответственно, вот этот классификатор, про который я вам и говорил. Давайте я вот так вот разверну, чтобы было его видно сразу. То есть перед созданием обращения программа нам позволяет сразу, причем я могу сейчас это отменить, и у меня это обращение классификатора закроется, я смогу вернуться к нему потом и добавить, либо это удобно делать на этапе вот ввода обращения. Есть тоже плюс, минус, и сейчас про них скажу. Вы выбираете определенный раздел, в каждом разделе мы видим с вами есть тематики, темы и вопросы. Это, собственно, те, что мы с вами загрузили при настройке программы, в каждом тематике вот есть вопросы, то есть в каждой теме есть еще этот вопрос. Поэтому вы выбираете, говорите, что вот, допустим, у нас давайте социальная сфера, пусть у нас будет образование, пусть у нас будет там вопросы питания обучающихся. То есть мы выбрали вот эту категорию, обратите внимание, у нас автоматом система сгенерировала вот этот код. То есть мы с вами не сидели ни по каким картотекам, там по сайтам, а куда к чему это отнести, мы сразу уже в программе сгенерировали этот код. Программа говорит, документы созданы, все, пожалуйста. Но обратите, у меня осталась кнопка добавить еще вопрос. То есть я могу взять и сказать, что это питание, а потом еще, допустим, образовательные стандарты какие-нибудь взять и указать еще одну тематику. Тем самым у нас к одному обращению прикрепляются две тематические группы и нажимаем «Готово». Соответственно, после того, как нажал «Готово», открывается типовая карточка входящей корреспонденции, которую необходимо будет у нас с вами заполнить соответствующие поля, да, разделы. Ну, допустим, давайте что-нибудь напишем о питании школьников. Содержание. Здесь краткое у нас с вами, краткое содержание документа, который содержится, то есть описание. Возможно, не всегда удобно прикладывать петицию там в 45 страниц и руководителя заставлять или там просить читать для того, чтобы он рассмотрел этот вопрос. В большинстве случаев на проектах используют краткое содержание и здесь фиксируют там краткое содержание, допустим, о чем, тезисы и что нужно, что нужно сделать. То есть это наше внутреннее описание внутри нашей системы, оно никуда у нас с вами не уходит, но тем самым позволяет сократить работу руководителя на процесс рассмотрения данного документа. Соответственно, предмет переписки у нас с вами могут быть документы, которые уже поступали раньше по этому обращению, потому что мы знаем, что если обращение не одноразовое, допустим, ведется усердно, переписка, там задаются уточняющие вопросы, появляются новые вводные, появляются какие-то новые лица, то есть мы всегда можем сказать, например, что предмет переписки у нас уже является, давайте вот я возьму вам покажу, что у нас есть, допустим, другие какие-нибудь обращения. Ну, пусть это будет ну, давайте вот входящий снежный дом, то есть я могу выбрать, я поясню, для чего это нужно, для того, чтобы вы посмотрели, как строится механизм связи, то есть после того, как я указал переписку, предмет переписки, к данному документу будет подкреплено у нас с вами вот создаваемое обращение, да, то есть, и, соответственно, будет у нас на вкладочке связи появится новая связь. Далее, кому адресован, выбираем кому, это, соответственно, в нашей компании, и вот я вам про что говорил, то есть как получен, посредством e-mail, и курьера, связь, факс, у нас с вами была почта и так далее. Обратите внимание, коллеги, опять-таки, немногие знают, и все вот начинают в компании спать, ой, говорят, а что здесь так мало, а вот наручно, почему нет такого понятия у вас? Ведь сотрудник может прийти, допустим, ту же самую администрацию, сказать, я хочу оставить обращение, зафиксируйте, и он принес наручно, то есть никакой почты. И вот этим сведением можно тоже дополнять и расширять требуемые под вас нужными значениями. Ну, давайте возьмем, что у нас почта. В ответ, опять-таки, в ответ, если у нас с вами было исходящее какое-либо письмо, да, то есть если мы по нему говорили, что у нас вот есть исходящее письмо, и по нему дается ответ. Вот, отправитель. Вид, опять-таки, у нас коллективный, персональный, анонимный, пусть у нас будет персональный. Кто подписал, понятно, Петров, откуда это все у нас с вами берется, это все берется из карточки контактного лица, в карточке контактного лица у нас с вами просто указывается сведение, да, то есть сведение контактных лиц, то есть если это физическое лицо, то, допустим, здесь будет Петров, либо, допустим, какой-то его представитель юридический. Соответственно, мы вносим сюда сведения о контактных лицах, и уже в карточке документа мы с вами можем выбрать необходимые адресаты и подписанты, исходящие, то есть это указывается именно с документа, который к нам поступил, пусть это будет, допустим, давайте вот сделаем вот так. Здесь значение произвольное, можно указать любое. Опять повторное обращение или дубликат. Почему? Потому что это же обращение у нас с вами, допустим, могло прийти не по почте, а могло прийти наручно. Либо он нам еще прислал ее к какой-нибудь курьерской службе, чтобы уж точно наверняка, и если мы с вами здесь укажем документ, то тогда мы будем понимать, что это задубленное, то есть это дубль одного и того же самого обращения. Мы его зафиксировать, потому что мы обязаны его зафиксировать, оно к нам поступило, и, соответственно, за него также будем дважды отчитываться. Дальше. Папка. Ну, здесь это стандартные поля, кто чего, зачем и почему, ответственные и неответственные. Номенклатура дел, опять-таки, обратите внимание, по номенклатуре дел нужно понимать, к чему вы это дело все будете относить. То есть вот у меня, допустим, сейчас здесь нету. Почему нету? Расскажу. Все очень просто. Дело в том, что у меня в номенклатуре дел жалоба, именно в номенклатуре дел жалоба находится в бумажном варианте. То есть вот сейчас я переключаюсь на бумажный вариант, и у меня открывается другое, видите, вид номенклатуры. И теперь он говорит, да, пожалуйста, обращение граждан, вот у меня это обращение граждан, я вам, для примера, открою карточку этой номенклатуры и покажу. Ну, то есть вот у меня есть индекс, у меня есть организация, есть гриф, и вот здесь у вас хранится форма. Видите, то есть форма указана. С чем это связано? Все дело в том, что номенклатурное хранение бумажных электронных документов, оно в принципе различно с точки зрения физических носителей, потому что электронные документы мы должны хранить на электронных носителях и с определенной периодичностью их подвергать проверке. Бумажные у нас с вами хранятся в делах, в томах и располагаются на каких-то волшебных полках, либо на каких-то архивах, да, то есть и это все логично в программе. Соответственно, как мы только понимаем на бумажную, программа говорит, да, пожалуйста, вот теперь вы можете выбрать номенклатурный учет. То есть мы говорим, что бумажный и так далее. Ну, соответственно, дело, если настроены у вас дела, у меня просто здесь дел нету, вы указываете сразу дело, это необходимо для того, чтобы потом составлять описи об уничтожении, описи о передаче, допустим, в архив. То есть в программе документооборот такая возможность тоже имеется. Вероятнее всего, это будет нашей темой следующего вебинара. Добавить файл. Коллеги, здесь файл добавляется опять-таки, сейчас программа его запишет, да, вот видите, она сначала записала, а потом присвоить файл по шаблону, загрузить диск, либо, может быть, сканировать. У меня, к сожалению, не подключен сканер, но в большинстве компаний на проектах внедрения мы настраиваем сканирование, потому что это очень удобно. Вот теперь перед тобой находятся документы. Ты ввел все необходимые данные в карточку документов в программе, положил его на сканер, отсканировал, и тут же у тебя не надо сохранять, куда-то лезть в программе, куда-то в папке загрузку, а не в загрузку. То есть сразу со сканера получили изображение и прикрепили. Ну, давайте вот просто вот я для примера какой-нибудь файлик вот сейчас просто прикреплю. Пусть это будет пригласительное письмо. Конечно, это не жалоба, но тем не менее. То есть здесь самая главная задача вам показать, что файл прикрепился, и если вам потом потребуется файл добавить, то вы можете перейти. Вот он автоматом переключает на вкладку файлы. Видим, да, здесь один файлик. И еще добавить, либо его заменить, либо, допустим, его отредактировать. Вот, собственно, на этом заполнение карточки реквизитов у нас с вами заканчивается. И вот вкладка «Вопросы». Обратите внимание, да, что вот у нас есть с вами вопросы. Результат. Результат. В результате нужно указать, что поддержано, рассмотрено, не рассмотрено, оставлено без ответа и так далее. А для чего это нужно? Это необходимо для того, чтобы отслеживать именно документ с точки зрения федерального закона. То есть мы должны с вами понять, а что мы делаем. Вот если разъяснение прошло, то тогда нам с вами нужно будет, во-первых, указать документ, потому что мы с вами подготовим исходящий документ на эту жалобу. Мы должны его зафиксировать в качестве документа именно по рассмотрению вопроса. Мы должны с вами зафиксировать мнение о результатах и мнение заявителя. То есть мы еще должны учесть с вами мнение. Для чего? Это мнение, коллеги, у нас с вами потом будет в отчете на выгрузку на портал ССТУ. То есть вот вы видите. И как только мы с вами это все дело зафиксируем, соответственно, мы ставим галку, что оно у нас с вами готово. И вот видите, у нас появляется как бы вот такая форма. То есть готово, а что готово, к чему готово, пока у нас нет. Как только эта у нас с вами выгрузка произойдет, то будет соответствующая отметка здесь. Обработка. Обработка классическая. Вот здесь вот стоит отдать должное. Компания 1С это сделано, опять-таки, я говорю, наверное, субъективно со своей точки зрения, но я опираюсь на проекты, которые мы внедряли. То есть обратите внимание на сегодняшний день, да, вот сейчас в программе никто не указан. И я говорю, что ну давайте вот посмотрим, что пусть служба такая у нас не очень хорошая, но вот не знает она, кто должен рассмотреть вопросы питания, да, то есть ну вот бывает такое. И мы говорим, что тогда пусть сам генеральный директор у нас компании, пусть он и определяет. То есть здесь мы можем указать. Видите, по умолчанию дается время на рассмотрение. То есть это время на рассмотрение у нас было с вами в карточке. То есть здесь ему предоставились, ну вот сколько, 19, да, то есть неделю фактически ему дали на рассмотрение. То есть недели, 7 дней, чтобы он рассмотрел. Вы можете указывать, допустим, если вы знаете, что документ должен не рассмотреться, а если это повторный, знаете, что его уже там отправляли там Петрову, Иванову и администратору, вы можете сразу направить на исполнение. Соответственно, обрабатывающий результат я не рекомендую заполнять вам самостоятельно, ну самостоятельно с точки зрения службы дела производства. Почему? Все-таки это прерогатива руководителя, потому что обрабатывать результат вы в принципе не можете. В принципе, да, то есть это не ваша компетенция, если вопрос не касается вашего дела. Тогда спросите вы, а как мне быть, а что мне делать? То есть а как вот я там потом буду контролировать, или что мне делать, чтобы не пропустить это обращение? Ну, собственно, для нас с вами и придумано такое поле, как контролер. То есть контролер — это как раз-таки тот человек, который следит за состоянием и за этапами исполнения, но не участвует сам в процессе, да, то есть некий наблюдатель. То есть вы заполняете эту карточку, нажимаете «Готово». Обязательно в том случае, если у вас нету как бы этапа зарегистрировать, обязательно нажимайте кнопку «Регистрация» для того, чтобы проверить, все ли поля заполнены, вся ли информация соответствует. Вот у нас с вами, видите, написано, что не заполнен порядок продления, не заполнен порядок окончания. То есть мы с вами должны зайти в сроки, возможно, это какой-то там временной интервал. Опять-таки мы с вами указывали это в настройках документа. Возможно, в жалобе оно не требуется. Возможно, там оно что-то требуется. То есть опять все опционально, индивидуально. Пробуем еще раз. Программа сначала запишет, потом ему присвоит регистрационный номер согласно номератору, который мы задавали в карточке документа. То есть и видим, что теперь у нас есть рек-номер и есть исходящий номер. Обработка у нас с вами запускается. Дожидаемся начала обработки. Вот обратите внимание, мы с вами здесь указали предмет переписки, указали в предмет в ответ на что, и плюс мы еще сказали, что это дубликат. Обратите внимание, вот у нас на вкладке связи появилось сразу три документа. И тут указан виды связи. Получено в ответ на... Это, собственно, тот, что мы говорили, что в ответ на... Вот номер два. И вот у нас с вами, вот он, документ номер два. Соответственно, если мы говорим, что документ, допустим, дубликат, давайте смотреть и сказать, является дубликатом для... То есть у нас с вами эти документы здесь фиксируются. Мы с вами можем посмотреть это в карточке документа, либо запустить соответствующий отчет вот в таком иерархическом виде. Те, кто работал в конфигурации программы 1С8.1, прекрасно помнят эту структуру подчиненности документов, и всем она очень нравилась, потому что она позволяет визуально увидеть, то есть какие документы связаны с данным обращением, что уже выполнялось, что делалось. Это очень часто бывает, коллеги, нужно, конечно, вот желаю, чтобы никто с этим не столкнулся, но, тем не менее, при подготовке каких-либо документов для судебных разбирательств нужно готовить комплект и распечатывать, допустим, вот по этому обращению, сидеть в программе, подбирать, а что там по нему было, а какая-то карточка, а там вот дубли, а там не дубли, да, то есть мы с вами вот это все дело можем посмотреть вот из данного отчета. Вот, и, соответственно, отчет интерактивный, то есть мы можем из этого отчета открыть документ, который к нему привязан, да, то есть вот мы открываем отчет и видим, вот, что у него здесь есть. Вот. Ну, думаю, тут понятно. Да, в отчете, чтобы обратить внимание, можно взять язык и указать вид связи, то есть, допустим, только какой-то определенный вид, потому что нам нужно посмотреть, что по данному документу уже какая-то переписка содержится. Это просто у меня сейчас здесь нету ничего, да, а бывает там по 100, по 200, по 300, по 400 писем за раз. То есть вот отчет позволяет это дело с вами отследить. Здесь мы, в принципе, с вами все это дело закончили. А какие здесь могут быть еще рекомендации? Рекомендации могут быть следующего характера, что были у нас случаи на внедрение, когда мы подходили методически, вот когда я вам говорил, что положение по учете обращений граждан, как раз-таки рассматривался вопрос о назначении еще юридической службы, которая занимается классификацией данных обращений, поскольку служба делопроизводства не всегда может корректно, да, то есть отнести вопрос к той или иной тематике. Здесь два выхода. Либо, как говорится, служба делопроизводства обучается и разбирается в механизмах, либо все-таки эти полномочия делегируются на какого-то человека. И вот эти положения, они влекут за собой на изменение внутренних локальных актов, допустим, в части должностных инструкций. То есть мы с вами должны сотрудника, либо доп. объем работ, что идет за какую-то дополнительную финансовую выплату, либо какую-то должностную инструкцию под нового сотрудника, который вы уже берете, но у него уже, вот он претендует на эту должность, у него уже эта должность будет включать перечень должностных обязанностей в части, допустим, классификации обращения и учета граждан. То есть без юридической службы, к сожалению, это проблематично. Я вам сразу могу сказать, потому что начинают сотрудники делопроизводства вот эти номера присваивать, а я так художника, я так вижу. И заканчивается это все дело плачаном, формирование отчета и выгрузка его на портал ССТУ. Потому что там, к счастью, люди очень грамотные, очень эффективные, и эти отчеты они просто не принимают в работу, то есть на них не реагируют или присылают отказанно с ошибкой. Вот. Дальше. Я укладываюсь, да, еще в 50 минут целых, я укладываюсь. Собственно, третий регламентированный учет — это подготовка у нас с вами обращения, да, то есть в чем плюс работа в программе документооборот. Вот именно. Здесь стоит отметить такой момент, что нам необходимо перейти в регламентированный отчет по обращению, да, то есть и вот здесь у нас с вами формируется отчет, вот он, видите, этот исходящий, а здесь как раз-таки перечень вопросов, ну, типовая форма, не буду ничего тут комментировать, в принципе, все понятно. То есть данный отчет у нас с вами формируется, и мы его уже можем выгрузить. Коллеги, обратите внимание, что не всегда срабатывает, не всегда срабатывает вот эта кнопка, сейчас прошу прощения, выключу, да, то есть не всегда срабатывает кнопка выгрузить в ССТУ. Почему? Нужно быть очень внимательным в настройке вот этого функционала и не забывать, что если вы используете учет обращения граждан, вам обязательно нужно вот здесь указать идентификатор, да, то есть вы должны указать свой идентификатор с портала, и 1С как раз-таки нам подсказывает, что идентификатор утвержден на портале ССТУ.рэп, необходимый для выгрузки обращения на портал, то есть нужно зайти на портал, посмотреть, где у нас с вами это дело все находится, ну, находится, и только потом уже с вами формировать. Вот, да, то есть выгружаем ССТУ, продолжим, да, у нас с вами формируется здесь вот наше обращение, вот, мы их, соответственно, записываем, там, как говорится, сохраняем на диск, то есть сохранение происходит на диск в формате JSON, и потом этот отчет мы уже с вами можем передать, вот, видите, документ, является обращение граждан. Вот, это опять-таки говорит о том, что лишний раз у нас с вами есть защита, наша защита в программе, которая позволяет не выгрузить то, что не нужно. Ну, можно воспользоваться просто кнопкой «Добавить» и посмотреть, вот, что у нас есть. Да, то есть сохранить на диск, да. Ну, и вот он выгружает мне, допустим, на диск, сохраняет. Давайте посмотрим сейчас. Просто откроем с вами этот архив. Вот она, наша с вами выгрузка. Ну, вот, собственно, этот файл, коллеги, которые файл вот этого JSON, вот его мы с вами должны вот отсюда взять и загрузить уже на портал S2R. Понятное дело, что выгрузить на портал я не смогу, это демо-версия. Ну, и плюс, конечно, должно быть, соответственно, у нас подключение защищенное, настроенное на компьютере, с которой осуществляется передача данных на портал. Здесь у меня с вами все. Единственное, что хотел бы еще сказать. Коллеги, вот этот отчет, ему можно использовать, допустим, да, вот признак готовленности, неготовленности, вот, опять-таки, обращать внимание. Выгружалось, не выгружалось. Это, собственно, берется из наших с вами отчетов, да, то есть, наверное, из ваших документов, вот, про которые я говорил, про вот эту галку, да, то есть, вот эта галка, она у нас с вами поставится только тогда, когда мы с вами это дело все выгрузим обязательно. В обработке. Здесь вот в обработке, как это выглядит. Ну, кто-то знает, кто-то нет. И вот он хотел показать вот эти три кнопки, да, то есть, вот приходит письмо руководителю, нашему генеральному директору, и здесь, как бы, вот идет описание, краткое содержание. То есть, и вот руководитель уже здесь видит, да, что произошло, что ему нужно, что не нужно. Ему не нужно вот сидеть, читать это письмо. То есть, мы тем самым экономим время руководителю. Но, тем не менее, мы можем приложить и само письмо, и руководитель уже не из карточки документа, да, то есть, карточка документа, вот она с вами. А само письмо, которое прилагается, он тоже может просмотреть. То есть, документ-оборот, благодаря современному библиотекам стандартных систем, позволяет просматривать файлы различных расширений, да, различных офисных, и в том числе, вот редакторских программ, не открывают. То есть, ранее у нас там было, что если вордовский файлик или какой-нибудь PDF-файл прикреплен, мы обязательно должны были по нему два раза кликнуть левой кнопкой мыши, обязательно его открыть на просмотр во внешнем редакторе, потом его закрыть. Вот, да, на сегодняшний день технологии уже шагают не то, что шагают, а бегут вперед, и мы с вами можем видеть. И опять-таки, руководитель может увидеть вот по этой карточке и почитать, да, то есть, он видит, что, ага, то есть, документ уже в работе уже не первый раз. Для чего это нужно? Бывают такие случаи, когда руководитель делегирует полномочия, допустим, по рассмотрению учета и обращения граждан к какому-либо из сотрудников, да, мы помним с вами, что у нас в программе есть возможность назначать помощников и замещающих, да, и замещающие наступают в свое должное, допустим, с 1 декабря, открывают этот документ и не может понять, да, то есть, к чему подойти в документе, что начать читать, что изучать. Мне хочется выглядеть глупо со стороны заявителя, уточнять вопросы, почему? Потому что заявитель уже ранее к нам обращался. То есть, руководитель опять из задачи может открыть эти все списки документов, прочитать, ознакомиться, понять все дело, предметную часть обращения, да, то есть, посмотреть, кто же, что готовил, кто что отвечал, кто что подписывал, и подготовить свежее обращение. Ну и, соответственно, рассмотрим, о чем я говорил, вот эта кнопка у нас завершает обработку, направить автору, вот автору, коллеги, не надо путать, автору не тому, кто нам подписал, да, то есть, вот, не Петрову автор, а вот в данном случае автор — это автор документа, автором документа вот здесь является администратор, да, то есть тот, кто создавал эту карточку в программе. Почему? Потому что бывают случаи, жалоба, а дальше в конце написано, приложение на восьми листах, руководитель получает задачу, читает вот этот замечательный текст, доходит до строчки приложения на восьми листах, а приложения нигде нет. Ну, собственно, претензии кому высказать? Не Петров же виноват в этом деле, правильно? Не то, что он не приложил. Наверное, все-таки стоит уточнить у собственных коллег, а не могли бы вы прикрепить, да, вот это приложение? И здесь два варианта пути. Либо мы используем с вами механизм обсуждения, да, то есть мы здесь тегаем автора, мы говорим, что товарищ автор, приложи, пожалуйста, карточки документа приложения, либо мы направляем автору и задаем вопрос, да, то есть обратите внимание, опять-таки защита системы. Не заполнена резолюция. Я не могу просто так волей своей взять сказать автор, на, назад. То есть а что от автора вы хотите? Вы должны написать резолюцию, да, то есть хотя бы один символ, но написать. Но тем не менее, написав один символ, мы демонстрируем уровень своей компетенции в данном вопросе. Ну и, соответственно, направление на исполнение открывается у нас с вами стандартное окно, да, то есть исполнить, краткое описание. Дальше можно, допустим, взять, подобрать, допустим, всех сотрудников, да, то есть и у нас будут все выполнять. Ну вот я сейчас для примера просто открою, покажу там какое-нибудь предоставление каких-нибудь сведений, да, и здесь каждому сотруднику может быть установлен свой срок, может быть установлено собственное описание, и это нам упрощает процесс обработки документа, да, потому что нам не надо сидеть, думать, кому чего и как. Вот руководитель расписал всем, значит, он так считает, можно он руководитель, да. И здесь можно же назначить проверяющего, тут же можно отредактировать контролера. Вот помните, мы с вами создавали документ, мы указали, что контролер – администратор. Проверить – это тот, кто проверяет. Фактически руководитель, если расписал письмо к исполнению, в принципе не должен, да, проверять его исполнение. Как правило, назначается какой-то сотрудник, ему делегируется данная задача, назначается проверяющий. Чем хороша функция проверяющего? После того, как вот это действие будет выполнено, проверяющему не придет задача, да, то есть выполнено, либо отправить на повтор. То есть вдруг, если там что-то не доделал, повторил. Соответственно, для чего все рассказывают? Для того, чтобы вы понимали, что проверяющий должен быть человек, обладающий определенными компетенциями в отношении исполнения данного поручения. То есть и здесь необходимо работать с руководителем ваших организаций, говорить, что вот, когда вы создаете задачу, будьте, пожалуйста, предельно внимательны, что вот нужно указывать проверяющего, там, уникального такого волшебного человека, который будет за всем этим делом следить, освеживать и понимать, в принципе, бизнес-логику не только программы, но и сутевую часть изучаемого вопроса и у нами от поступившего обращения. Вот. Ну и после того, как нажимает готово, да, то есть задача у нас с вами уходит. Сейчас просто хотел вам показать, где находится контроль. На контроле на всякий случай, если вдруг кто-то не в курсе и кто-то не знает. Задача, поставленная на контроль, у нас находится на начальной странице. Мы можем перейти по ссылке контроля и вот здесь вот уже увидеть те документы, которые необходимо нам контролировать. И вот как раз-таки в конце у нас есть с вами задача именно для администратора контролировать исполнение. Соответственно, как только у нас с вами исполнение пройдет, да, допустим, документ будет исполнен, то тогда здесь появится состояние исполнено. До тех пор, пока оно не прошло, да, то есть мы его не трогаем. Так, прошу прощения. Вот. И вот это позволяет как раз-таки контролеру смотреть, отслеживать. Вот сейчас ссылка, да, то есть на документ. То есть что происходит по нему? Он может взять его, открыть, посмотреть, допустим, перенести срок контроля. После того, как он на контроле побывал, вот, да, мы понимаем, что документ состоит не исполнен. Зачем он нам больше в этом не нужен? Мы можем его просто взять и снять с контроля. То есть и оно у нас с вами пропадает с контроля. После того, как руководитель там исполнит, мы можем посмотреть. Мало того, мы можем открыть и посмотреть историю. Можем посмотреть протоколы работы, да, то есть вы можете перейти, там, допустим, написать руководителю, что по данному документу до сих пор не предоставлено никакого ответа. Да, и как только мы там ответ получим, мы обязательно должны вот этот документ, коллеги напоминают, что мы должны его будем указать. Да, то есть нам обязательно нужно это будет с вами дело сделать. На этом у меня все. Задержал вас ровным счетом на пять минут. И обещал вопросы из чата, если они там есть, я сейчас с удовольствием на них отвечу. Но помню про третью версию, тоже сейчас расскажем. Так, буквально секунду. Да, вижу как раз-таки, почему лучше 3.0. А почему лучше 3.0? Ничего здесь такого сверхсекретного нет. Компания 1С уже заявляет о том, что они снимают с поддержки редакцию 2.1. И если вы планируете переход, то делайте это как можно быстрее, потому что уже механизмы сами внутри конфигурации очень сильно отличаются. Сразу скажу, с чем столкнетесь в переходе на 3.0. Если раньше у нас с вами были замечательные, волшебные, так называемые, всеми любимые шаблоны процессов, то есть я сейчас вам демонстрирую, показываю, что был комплексный процесс, и прям всем он нравился, что по нему прям можно взять и запустить любой документ, и можно документ там аж по всем процессам запустить, и все прям вот эту значимость придать, то в 3.0 немножко меняется подход с точки зрения документов, и у каждого документа появляется свой процесс. То есть каждый документ имеет обработку, то есть свою. Не вот что по каким-то процессам мы отправляем документ, а именно у каждого документа своя обработка. Безусловно, мы можем отправить документ, допустим, на выполнение поручения, на задачу, если какие-то есть по нему действия, если оно того требует, но тем не менее документ уже имеет свою обработку. Зачем это нужно? Это необходимо для унификации процессов внутри организации и создания, собственно, альбома бизнес-процессов, что позволяет упростить процесс обработки и процесс вообще в принципе работы с документами, когда, допустим, у нас меняются позиции сотрудников, либо приходят новые сотрудники, и каждый раз вот это держать в голове, что там тысячу раз что-то поменялось, и где-то нужно не забыть поставить газочку, а где-то там не забыть включить там обработку, либо документы вы отправили на согласование, забыли отправить документы на исполнение. То есть вот трешка в этом плане, она уже позволяет внутри документа зашить. Чего не стоит делать, сразу вам говорю, когда будете переходить 3.0, не надо создавать один уникальный документ, с такими мы тоже сталкиваемся. Говорят, а вы создайте нам один документ, и все это додействуем, нам просто сделайте, чтобы мы могли сами выбирать, когда надо согласовывать, когда надо подписывать, когда не надо, не подписывать. То есть вот здесь тоже этого делать не надо. Опять-таки, какой большой плюс у трешки, это работа с документами, интеграция с архивом. То есть здесь немножко механизма у нас уже попроще. Здесь вот эта бесшовная интеграция, она делает. Это вот если вкратце, почему 3.0. Коллеги, у меня для вас все. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Если что-то хотите спросить, пожалуйста, вот у нас, мы команда целая готова к вам, вебинары под заказ, не под заказ, обучение, все, что нужно. Вот, ну, как раз все, что хотите сделать. Да, сейчас вижу. У нас как раз сложности. Ну, хорошо. Елена, я понял. Если вот нужна наша помощь, пожалуйста, вот в чате есть, Даниил, пожалуйста, свяжись с Еленой. Если нужна будет какая-то консультация, просто у нас, ну, я понял, да, миграция, да, 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 как раз таки там есть эти вопросы. Если нужна как бы разовая консультация, коллеги, мы тоже такие вещи проводим. Всех благодарю. На этом завершаю нашу замечательную с вами конференцию и вебинар. И желаю всем успехов. Следите за новостями, обязательно будет новое. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok